Здравствуйте, друзья! 29 июня, скоро середина лета, 335, а на градуснике на солнце 44. Вот он и холодная Сибирь. Так, смотрим, идёт и запись. Вот он, и сегодня, как назло передали, ожидается рекорд по Московской области за 150 лет, правда, ожидается, но они уверены, что будет 33 с копейками. А у нас уже 35 несколько дней держатся. Итак, я противоречу всем. Сибирь не самое холодное место. Почему у меня... Ой, вот обзор. Смотрите внимательно. Суперабрикос Патриарх. Канада. Это Манитоба. Два манчжурских абрикоса сыновей с плодами невероятными. 40 и в этом году ожидаю 45 грамм. Значит, Байлевицкого. Так, вот. Там идёт Амур, Артём. Так, потом Персиковый с Украины. Общее название, но ещё не плодоносил. Вот. Это, значит, Дальнего Востока. Абрикос, который не похож на абрикос. Это Амур. Вот. А там молодые деревья. Академики, пианисты и прочее, прочее. Вот. Всё это не думает умирать. Всё это прекрасно плодоносит. В предыдущем фильме я показал. А именно вот этот фильм будет горький. Почему? Потому что, да, я сразу улёгся прививками. И вы знаете, пошли прививки. Вот. И сразу пошли. Ну, видимо, от энергетика вот этих рук вот этих вот есть зависимость. То есть взял вот это, взял вот это вот в руке. И он, и он проснулся, что ли. Но оказалось, о нет, отвлекаться не буду. А то я, как сейчас, всё про биолокацию, про энергетику. И самое главное скажу. Тема сегодня наигрустнейшая. Мы прощаемся с сотнями черенков супер сортов. Поехали. Поехали, поехали. Причём это будет всё подряд не выбираю. Почему? Эти черенки не купили. Я их продавал по 200 рублей. Так. Вот такой черенок стоит и 200 рублей. А вы знаете, что я убиваю деревья, когда вот эти черенки срезаю? У меня сотни фотографий. Вот так вот отрезаешь. Вот так вот. И ещё метр мёртвого. Вы понимаете, страшно? То есть, вот тут вот однолетка кончается. Плюс, плюс несколько этих самых почек. Это однолетка. И двухлетка вся мертва. Я калечу деревья. Всем кончились. И скорее, искалечил. Вот это что такое? Вот это. Сейчас увидите, что это такое. Я уже из лица начинаю. Почему? Я ближе к весне, когда они были 100% полноценные, и после этого прислали мне фотографии. Такие фотографии, которые уже были сделаны, когда уже почки проснулись, когда уже были листики, и всё равно они приживались. Вспоминаем. Я получил нескольких отчётов. Вот. Снизил цену ещё в конце апреля. Всё ещё спало. Помните, где у нас запоздала ли весна и лето? Всё это ещё спало. Можно было снизил цену до 100 рублей, а деревья искалечены, а они не нужны. Что не нужно? Смотрим сюда. Вот. Вот это примеров. Итак, суперсерафим. Я не могу вам сейчас показать фотографии. Вы бы, видите, суперсерафим. Вы бы ошалели, если бы увидели вот это вот. Чудо и чудес. Я крупнее в жизни не держал. Да, спонтанный гибрид. Да. Моя заслуга или не моя? Ну, это я растил по двое, я привал и получил суперсерафим. Я же это самое. Всё-таки. Но не ждал, не планировал. Я надеялся на плоды 30-40 грамм. Получил 130 грамм. Идём дальше. Вот это уйдёт в костёр. Идём дальше. Почему? Не последний год живу. Да, я не заработал. Я искоречил деревья, а вам они оказались не нужны. Вот. Смотрим дальше. Фаина. Видели? Фаина. Это мой гибрид тройной. Он единственное на планете дерево было. Я его размножил. Часть качеств прививки повторные, третичные, а часть качества не потерял. Но другие я приобрёл. Не замерзает же. Эта роскошь не замерзает. Что мы делаем? Кидаем костёр. Потом разжечь на вашу голову костёр я уже не смогу, мне не хватит нервов. Следующее. Не глядя. Чёрный абрикос. Вам не нужен чёрный абрикос? А, нет, не нужен. Вы же не стали его покупать. Вот. Я ещё понимаю, руководство, садоводство сошло на нет, потому что наука, она пошла, как говорил этот самый Владимир Ильич, а мы пойдём другим путём. И пошли. Вот, след за Мичуриным. Скрещивание, скрещивание, отбор, скрещивание. Чёрт это надо было. Привайте, выбирайте сразу, как я. Выбирайте самый, это мой совет, выбирайте самые лучшие сорта в вашем районе, в вашей области, в вашей республике. На юге России, с Кубани, с Украины, если можете, если можете. Вот, Белоруссия, Прибалтика, значит, Казахстан, Китай, где угодно. Дальний Восток есть прекрасная сорта. От Джорджини, четыре тысячи лет назад у них были сорта не хуже вот этих. Это, кстати, королевский с Франции. Не могли за четыре тысячи лет адаптировать. Да что это такое? Дальше. Берём, не глядя. Я злой, как этот самый. Ещё поеду, ну ладно. Абрикос ранний пианистер. Вот. Нужен ранний пианистер? Запомните. Всегда старайтесь, чтобы у вас были ранние и поздние. Причина сказать почему, а потому, чтобы свели в разное время. Не обязательно вас захватит только ранние сорта заморозок. Бывает наоборот, ранние проскочили, плоды завязались, поздние зацвели и попали под заморозок. Мой анекдотичный случай, нет, это никакой анекдот, сейчас проверяю ещё раз, идёт не запись. Анекдот, не анекдот, но у меня же один год был, ну не может такое быть, когда у персика на 10 градусов ниже морозостойка, на 10 градусов. Первая волна цветения абрикосов под заморозок попали. Заморозок кончился, зацвели персики, проскочили, нормально всё. Потом вторая волна этих поздних абрикосов под заморозок попали. Осень ещё, и смех, и слёзы. В саду персики, телевидение приезжает с Красноярской, телевидение приезжает с Кемерово, приезжает с Абакана, с Айногорска, само собой. Я всех персиков многочисляю, абрикосов нет, хоть цена лопни. Но так попало. Вот. Да, смотрите. Патриарх. К нему не относятся. Все года плода носил. Да, умирает. Да, 41 год пошёл. Видели? Да, уже наполовину голый. Но это рекордсмен. У него официально было 40, не официально, а было намеренно 40 ведер. И ещё оставалось. Понимаете? А сколько ещё оставалось, это сам Бог не знает. Нет, Бог может знать, но мы не знаем. Идём дальше. Вот. А тогда был год, когда кроме вот этого манчжурца и персиков, ничего не было. Персики были, абрикосов не было. Это как понимать? Вот. Идём дальше. Кидаем это всё. Не могу успокоиться. Мичуринский абрикос. Я этот самый таинственный. Я вчера, позавчера снял фильм. Академик. На мой взгляд, Мичуринский увеличились плоды в три раза до 100 грамм. Заурядного сорта под названием Мичуринский. Вот. Получился супер сорт. Я потом догадался, что прямое опыление увеличило плоды. А ветки-то вот они. А я с него ветки нарезал. А он у меня единственный. И никому они... Ну, то есть... Ну, сколько? Ну, штуки четыре продал. Вот это всё. Ещё больше осталось, да? Вот. И хоть сейчас бери, прививай. Они ещё живые. Смотрите. Вот я корябый. Видите? Они ещё живые. Так вот. Что, если бы вы кто-то вовремя купил её? Да, в апреле привил. Через пару лет попробовал плоды. Какие они были бы? Я не знаю. Я надеялся на вас, друзья. Или вот такие вот 30-граммовые. Или вот такие вот 100-граммовые. Я же не знаю, какие бы они будут. Потому что одно дело прямое... Это антинаука. Это... Можете смеяться надо мной. Надо мной достаточно смеялись. Вот. Только у меня почему-то плоды есть. А те, кто смеются, у них нет. Но они... У них плодов нет. Они точно знают, что я не прав. А мои фотографии с роскошными сортами для них это не аргумент. И тогда... Я подумал, вот тогда бы здесь-то какие. Вот с этого дерева уже не о плодах речь. Прямое опыление. Еще раз. От 100-граммового академика, 120-граммового, получились такие же плоды Мичуринская. А я же показывал, вчера фильм снимал. И там плоды, и тут плоды, и плоды одинаковые. И увеличивается на глазах. Вот. И к осени я уверен, что в Мичуринске будет снова 100-грамм. А веточка взятая с него, с него, в ней генная память перешла, в генную память это свойство увеличения плодов, то разве или нет, не знаю. И вы теперь, не знаете, выбросили костер. еще абрикоса мур. Вот уж этого добра у меня было. Внимание! Посмотрите, сколько выбросить придется. Изувечить два дерева, изувечить два дерева. Вот. Это, конечно, штук 40. Костер. Вот. И только, чтобы иметь такой сад, и так легко это все сделать, это как деградировало садоводство в России. Мы в свое время ничего не жалели, только мы посылках получали не как я, а качественное приходит от меня. Сухие или гнилые? Сухие или гнилые? Кстати, вот получите вы вот такую вот. Вроде суховато. Это не от меня, а от других. Чик, торец. Воду на сутки двое. Напьется, и есть шанс, что все-таки оживет суховатый. Шанс. Не обязательно пищися, но шанс. Вот так вот. Абрикос, химера, фаина. Самая загадочная в мире вещь. Я позавчера фильм снял, вы видели, там в названии фильма фигурирует слово химера. Вот. Я железо ввожу понятие химера, возвращаю понятие химера. Самое плодовитое дерево именно в этот раз, в этом году, оказалось именно химера. Фаина погибла, ниже прививки вылезла мощная ветка, дала вот на ней висеть несколько ведер. Почему заморозки не убили, когда рядом несколько пустых деревьев стоит? А? А потому что она химера. А у химера, получается, подвой дал морозостойкость, а привой увеличил крупность плодов, качество плодов. Вот. И оно живо-здорово. Ну, правда, половину этих урожая сбросило, но, возможно, из-за того, что он избыточный урожай. Сильно много плодов. Вот вам, пожалуйста, кто бы проверил, кто бы отдельно вырастил на отдельном дереве, на другом подвое и сказал, что качество химеры 40-45 грамм плоды вкуснейшие и морозостойкость. Заморозок-то был, именно это дерево химера лучших всех перенесло. Уже такое урожай еще на ней фильм же показывал вчера-позавчера на моем канале садоводство по железу. Видели, ничего же не выдумал. А почему половину сбросило, сильный уже урожай был крупный. Вот что такое химера. А то химера жить не будет, железо, латинков пальцем показывали. Что бы понимали. Главное сказать, что этого не может быть и все. а проверять надо ехать в железо. А вдруг это все съемки идут в Крыму. Вдруг это это ладно. Идем дальше. Что это такое? бумажечка. бумажечка. Дар небес. Выбросили. Лучший европейский сорт. Сверин сарсову небесную прислал с Волги. Вот вот такой сорт сорт оказал. Ой. Ну и что тут у нас? У меня сейчас это самое. Знаете, что сейчас со мной случится? персики видели? Персики видели? Тут есть персики и половина этих самых венгерок. А венгерки это с Украины. А венгерки это самое лучшее в мире сливы, кто не знает. Твердые, хрустят на зубах с легкой кислинкой. Вот я транспортабельные. Могут несколько месяцев храниться. Вот они. Вот они персики, вот они венгерки. Костер. Вы еще терпите меня. Я вот что сейчас делаю. Тут еще покруче сорта. Я даже разворачивать не буду. Просто серофил. Один из лучших сортов Дальнего Востока. Вот. Еще черный обрекот. Я уже так кидаю. Костер. Академик. Академик. Костер. Королевский. Костер. Время все разворачиваю. Амур. Костер. Еще один мешок. А, слива. Я уже слива показывать не буду. Все. Ну, все, друзья. Когда-то мы из-за одного черенка могли поссориться и чуть не подраться. У меня был начальник Царства Небесного. Начальник отдела, в котором я работал. И сотрудница. Такая же, как я. Мы оба были ведущими инженерами. Она и я. Я принес один черенок, потому что был первый урожай королевского. Я смог срезать один черенок. Я говорю, ну, че, кому отдать. Они схватились вот так вот. Ладно, начальнику-то надо уступать. А она глаза горят, вот так, вот так вот. Я говорю, успокойтесь, годик, у меня десяток будет, двадцать. Размножать-то начинал с нуля. Вы знаете, что такое настоящая работа? 40 привилок королевского, 39 мертвых. Я не преувеличу, вот, чтоб поверили, что с этого начинается любовь к садоводству. Потом размножение, размножение, потом, когда из каждых десяти два приживается. Эти два берешь, прививаешь, берешь черенки, следующее поколение, пять из десяти, следующее поколение, семь из десяти, из каждого десяти, не просто один, из каждого десяти. Потом девять из десяти, все, в Сибири теперь они могут жить. Вот я вам показал, покажите мне хоть одно мертвое дерево. Все, высказал, и опять все уйдет в пустоту. Вот. И так каждый год. У меня фотографии, как это. Тимоша сжигал, вот так вот, еще больше, в два раза было больше. А сейчас сад стареет, уже, ну, попробуйте, кого нарезать. Вы знаете, что вот этот вот единственный сверхдефицитный оказался, опять же, вот этот вот мой манчжуриц сорокалетний. Из сорока ведрами урожая даже больше. Знаете, как это случилось? Вот подай, нашлось несколько человек, назовем их истинные селекционеры. Зачем, казалось бы, им нужен этот полудекарь? Нет, нужны. я чудом с него срезал шесть или семь тонких веток. Потому что старик, откуда, наверное, тонкие ветки? Годящиеся на привык. Вот только его и не хватило. Все, друзья, мы с вами прощаемся. Осталась ровно одна минута. Господи, а я выдохся. Вот, я выдохся, я выдохся. Давайте, прощаюсь с вами, прощаюсь вот с этим, вот, с этим чудом. Лучшая коллекция во всей планете. По качеству плодов и морозостойкости одновременно я нисколько не преувеличил. Ой, сейчас надо пойти сделать фотографии шелковица, но это будет совсем другая тема. До свидания, друзья. И вдруг однажды повернется все вспять. Опять загорятся глаза у наших друзей, у садоводов, простых садоводов, которым уже дано все. Есть черенки, есть косточки, есть семечки, подвойные, привойные. Все есть. Только было бы желание. И нужно все пересматривать. Сколько можно калечить сады, даже те, что есть. И покупать дерьмо с рынка. Продолжение следует...